Полет мыслей в бетоне и световой хай-тек на глубине. У новых станций Минской подземки будет свой неповторимый стиль и дизайн. Плюс свои технические ноу-хау. Аэродромные, Немаршанский сад и Слудский гостиниц соединят южную часть столицы с центром. Проектируют и объекты в направлении севера столицы. Актуальный взгляд на транспортное развитие Минска в репортаже Алексея Кондратенко. Новичок на карте столицы комплекс Минск-Мир сегодня растет в высоту, ширину и в глубину. На уровне 16 метров под землей практически готова станция метро Аэродромная. То, что знакомо всем пассажирам, вестибюль и платформа лишь вершина гигантского подземного айсберга. Станция это и почти 190 технических помещений. Мы с вами находимся сейчас на совмещенной тягово-понизительной подстанции. Это сердце самой станции, откуда идет все обеспечение электроэнергии. Здесь уже выполнена чистовая отделка, ведется монтаж вентиляционного, электрического оборудования. К отделочным работам готова и сама платформа Аэродромной. Именно на этой станции уже через два года пассажиры смогут отправиться в полет. Все благодаря ее воздушному, авиационному оформлению. Но трафик ожидается плотный, ведь сверху жилые кварталы и бизнес-центры комплекса Минск-Мир. Это будет, я надеюсь, сюрпризом для минчан, дизайн этой станции. Основная тема интерьера станции Аэродромной, это будет тема воздуха, тема полета, она будет воздушная. Если говорить о большой загруженности этой станции, то у нас впервые будут на Минском метро применены эскалаторы на входах. Для того, чтобы увидеть в работе любимицу и главную ударную силу Минск-метростроя, комплекс «Олеся», движемся полкилометра под землей. Сегодня тоннелепроходческий комплекс почти на полпути между Аэродромной и Немаршанским садом. Олеся работает в левом перегонном тоннеле, позади более 600 из 1311 бетонных колец. Такие станции, как Немаршанский сад и Слудский гостиниц, рабочие названия которых Корженевского и Лошадская, обретут финальный вид за ближайших два года, а вместе с ними постепенно в привычное русло после строительства вернутся и городские улицы. В Корженевском мы только приступили к работе. На начальном стадии в течение следующего года мы завершим работу по строительству этой станции. Лошадская две трети сделана, одна третья будет построена до апреля месяца. Депо, которое мы сейчас строим на Слудском шоссе, оно будет рассчитано под поезда «Штадлер». Что еще по третьей линии можно сказать? Дальше, как мы говорим, это двери будут, да, раздвижные на этих трех станциях. В планах продвижение Зеленолужской линии и на север, и это будет один из самых сложных участков. Плотная городская застройка плюс высокий уровень грунтовых вод. У трех из четырех станций особый стиль. Профсоюзную, Переспу и Комаровскую объединят в одну стилистическую семью, где царят хай-тек и образы силы природы. Будет использован архитектурный бетон и будет использована динамическая подсветка. Такого у нас в Минском метро еще раньше не было. Эти три станции, в дизайне их будет прослеживаться мотив стихий, мотив огня, воды и земли. Сегодня при выборе общественного транспорта каждый четвертый горожанин предпочитает подземку. Развивается сам мегаполис, а вместе с ним и метрополитен. Ближайшие премьеры Зеленолужской в конце 2023-го в более далекой перспективе и кольцевая линия метро. Алексей Кондратенко, Андрей Христин и Виталий Селявко, агентство теленовостей.